Но вот вы на себе испытали все вот эти прелести, как вы говорите, шпионского детектива. Что нужно для того, чтобы организовать этот самый серьёзный коридор и отправить большой массовый груз? Чтобы организовать серьёзный коридор, я думаю, что это мало реально. Если разовые поставки, скажем, по одной, по две машины, это реально. Потому что постоянные коридоры требуют очень больших сил и средств. Это пока для Донецка и Луганска нереально. А вопрос про эвакуацию, Пётр Семенович, как-то может решаться? Ну и в комментариях зрители очень много писали, какой гуманитарки людей надо просто вывозить, потому что их там расстреливают сейчас. Женщин, стариков и детей. Почему в качестве доброй воли никто не пытается просто их вывезти? Я не понял, как вывезти? Эвакуировать людей, эвакуировать мирных жителей из Славянска, из Краматорска. Мы говорили, детей отправляют сейчас в Крым и готовы принять, вот так сказать. Ну а массово, как это вы себе представляете массово? Им надо предоставить здесь жильё и так дальше, ну подобное его, значит. Я ещё раз говорю, это всё зависит от государства. Всё зависит от государства. Есть программа переселения соотечественников, есть льготные или ускоренные принятия гражданства. Человек должен приехать сюда, он должен найти работу немедленно, вот значит. Он должен работать для того, чтобы кушать и содержать себя, вот значит. Ну и тем более украинский народ, вот значит, это полициональные специалисты. Это люди, владеющие русским языком с пятилетнего возраста, вот значит. Тут не должно быть проблем, но это должны кто-то сверху дать, так сказать, инструкции спустить, что быстрее и как делать, или дать хотя бы, я не против, там, Средней Азии, Тачиков, Узбекову, это самое. Это надо заниматься, так сказать, миграционными делами. Ну здесь беда, поэтому надо, так сказать, какое-то внимание, хоть человеческое указать. Вот, вот, но сегодня у людей, у некоторых есть даже деньги, хотят переехать. Надо гражданство для того, чтобы он был полноправленным гражданом России и, так сказать, нашел себя здесь, вот значит. Понятно. Поэтому сегодня зависит от этого. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам в студию. Спасибо, что рассказали о той гуманитарной помощи, которая проводится. Можно в социальных сетях найти ваши группы. Да, называется гуманитарные войска. Это, да, и есть и Екатеринбург группа, и других городов, и общие. Спасибо большое. Кто хочет, тот обязательно найдет. Результаты голосования сейчас подведем в прямом эфире. Кто должен помогать мирным жителям Юго-Восточной Украины, спрашивали мы сегодня телезрители, и абсолютное большинство, 63%, считают, что все-таки это должны делать дружественные государства, в этом смысле солидарность с Петром Степановичем. 13% сказали, что волонтеры и неравнодушные должны взять на себя эту заботу, и 25% считают, что помогать должен президент.